7 июня 1837 год, понедельник, 10 часов вечера. В Златоуст заезжает вереница царских повозок. Это прибывает наследник престола, будущий император, цесаревич Александр II. На тот момент ему было 19 лет. Значит, с чем была связана поездка? Значит, он как раз окончил учебу. Его отец, император Николай I, распорядился, чтобы он отправился в поездку по России, чтобы познакомился со страной, которой когда-то ему предстоит управлять. Вместе с цесаревичем колесить по стране отправилась большая свита. Сопровождал Александра и главный воспитатель будущего монарха поэт Василий Жуковский. Маршрут они составили вместе. В список приоритетов попал и Златоуст. Об этом свидетельствуют документы, которые до сих пор хранятся в Государственном архиве Челябинской области. Александр II, проехав центральную часть России, отправляется в Екатеринбург, Тобольск, Курган. Но в Челябинск царская свита не заезжает, объехав стороной будущую столицу Южного Урала, а непрямиком отправляются в горную зону региона. Позже историки обнаружат в сохранившихся документах одну единственную запись. Челяба, бедный городишко. По поводу его визита у нас в областном архиве сохранился целый комплекс документов. Очень интересные, связанные с подготовкой, организацией его визита. Починка дорог, благоустройство, подготовка лошадей, упри, сала для его кареты, размещение. У него свита достаточно обширная была. То есть организация культурной программы, что он увидит, кто с ним встретится. А показать цесаревичу планировали оружейную фабрику. К тому же с ней Александр II был уже знаком. Столица ранее делала заказы на изготовление оружия. Кстати, по эскизам того же Александра. Когда будущему монарху было 15 лет, златоустовские мастера изготовили для него доспехи. Вот только пока их создавали, Александр II уже вырос. Доспехи вернули в златоусты и по сей день они хранятся в местном музее. Встретили Александра II с большим размахом. Цесаревич разместился в доме горного начальника директора оружейной фабрики Павла Аносова. Будучий император писал отчеты отцу. Цесаревич был впечатлен природой и добродушием местных жителей. Пробыв двое суток в златоусте, цесаревич отправился в МИАС. Там он должен был посетить местный завод. Недалеко отъехав от златоуста, Александр поднялся на гору под старым названием Урал. После он произнес фразу «Смотрите, я одной ногой стою в Европе, а другой в Азии». После того, как он на нее забрался, она стала называться Александровской. И там установлена мемориальная доска. И местные жители в XIX веке вспоминали об этом активно. Туда водились экскурсии, что вот здесь, по этим местам ходил Александр Николаевич. И нам в наследство Жуковский оставил рисунки. А уже в конце XIX века в память о приезде будущего императора неподалеку была установлена часовня. До наших дней она не сохранилась. В самом златоусте был установлен памятник напротив современного краеведческого музея, который в первые советские годы был снесен. Эльвира Исмогилова, Артем Большаков, Анна Нова, Анатолий Миленин, ОТВ.